МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восстание госсекретарей МВД и Министерство обороны провели совместную инспекцию на южной границе. Силар Демет отметил, что за последние две недели значительно увеличилось число попыток незаконного пересечения границы. В отличие от предыдущих лет, в этом году мигранты пытаются переправиться через реки даже в зимний период. В реках Тиса и Мароша, также по каналу Ференца в области Бачкишкун, продолжают патрулировать штурмовые лодки по просьбе полиции. Раньше зимой они не требовались, однако сейчас нарушители активизировались и на реках, заявил госсекретарь. Цель правительства – гарантировать безопасность страны и граждан Венгрии, заявил госсекретарь уже другого ведомства, Министерства внутренних дел. Мы хотели бы выразить благодарность солдатам и полицейским, несущим службу на границе, за то, что мы можем спокойно готовиться к Рождеству, что венгерские семьи смогут мирно провести праздник любви, не боясь набега нелегальных мигрантов. Мы в будущем сделаем все возможное для сохранения безопасности венгерских семей, отметил Карл Иконтрад. В настоящее время в Боснии и Герцеговине скопилось около 8 тысяч мигрантов. Часть их уже отправились назад в Сербию, где их число значительно превышает эту отметку. Все они намерены попасть в западную Европу через Венгрию. Мы можем считать успехом Центральной Европы то, что НАТО наконец-то заявило, что массовая миграция создает угрозу для безопасности, сказал Виктор Орбан в Лондоне на двухдневном саммите, где также отметили 70-летие создания Альянса. Премьер-министр сказал, в декларации о закрытии было признано, что нужно заняться миграцией с юга. Это значительный шаг в период, ради которого глава Медвенгрии и все его министерство приложило немало усилий. Это можно считать успехом Центральной Европе, ведь именно мы выступали за то, чтобы НАТО обратило внимание на опасность миграции и связанную с ней угрозой терроризма. В будущем НАТО мобилизует больше сил и средств на борьбу с нелегальной иммиграцией и следующего вслед за ней терроризмом. Пока не восстановят те права, которые отняли у закарпатских венгров, Венгрия не может снять вето, блокирующее сближение НАТО и Украины. Об этом говорил Петер Сиарто в Лондоне. Министр иностранных дел заявил, что в интересах Венгрии, чтобы Украина была сильной, безопасной и демократической страной. Задача не очень сложная. Мы не просим больше прав для закарпатских венгров, чем они имели раньше. Мы снимаем вето на сближение Украины и НАТО только в том случае, если будут восстановлены права этнических венгров. Как это только произойдет, мы сразу же снимаем вето. Благотворительную акцию «Хорошо быть добрым» поддержали множество людей. Только телефонные звонки и сообщения собрали 25 миллионов форентов. Акция продолжится до следующего воскресенья. Автор культового шлягера «Меденггария» показывает оригинальный текст песни. Вместе с его фотографией на обратной стороне листа певец оставил личное послание. Микво Швеню пожертвовал для благотворительной акции общественных СМИ «Хорошо быть добрым» рукописный текст этой песни. Кроме знаменитостей, художников и спортсменов, к Акси присоединяется все больше предприятий. С самого начала помогает, например, всемирно известная фабрика по производству элитного фарфора, ручной работы «Херенд». На этот раз они предложили фарфоровую статуэтку, которая была изготовлена в единственном экземпляре. Благотворительная акция в этом году направлена на поддержку фонда Петера Черни, который уже 30 лет занимается спасением и безопасной транспортировкой недоношенных детей. Пожертвование можно сделать до 15 декабря. Акции завершатся в следующее воскресенье галопрограммой на весь день. На аукцион будут выставлены фарфоровая сова, футбольный мяч с открытия нового садвина Пушкаш, а также гастук с автографом Жан-Поля Бельмондо. Посетители города Балатон-Леле могут ознакомиться с работой местной шоколадной фабрики. В мастерской Чили Чокобонс вручную изготавливаются и наполняются шоколадные батончики, леденцы и шоколадные конфеты. А к Рождеству будут изготовлены праздничные сладости с сотнями разных вкусов. В Шумеге впервые за последние 10 лет собрали виноград для ледяного вина. Сладкий напиток с особым вкусом изготавливается по очень строгим правилам, используя традиционные методы. Сбор винограда все еще продолжается, а попробовать вино можно будет весной следующего года. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Увидимся завтра в это же самое время. Я желаю вам всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok